Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. В сегодняшнем видео мы рассмотрим такую важную тему для всех цветоводов, как досветка в зимнее время. Все мы знаем, что в зимнее время катастрофически не хватает света для наших растений. Сокращается, во-первых, световой день и в связи с тем, что постоянно пасмурные дни, нехватка еще и солнечных лучей. И вот, чтобы помочь нашим растюшкам хоть как-то пережить это время, мы пытаемся подсвечивать их лампами там какими-то. И мы знаем, что когда не хватает вот именно света, солнечных лучей, растение начинает вытягиваться, сбрасывать листву, сбрасывать бутоны или вообще могут они даже и не закладывать, но это ладно, бутоны. То есть самая такая проблема, когда они начинают вытягиваться, листва становится такая бледная, как бы не насыщается таким зеленым цветом, в которых в случае растения уходят в спячку. Понятно, что никакая подсветка не поможет растениям восполнить вот этот солнечный свет, но тем не менее все равно какая-то помощь растениям как-то вот помочь им в общем. Я пробовала разные лампы и светодиодные. Я остановилась на варианте коллагеновой лампы. Сейчас вам покажу. Я еще пока не встречала вот такой лампы, чтобы она так светила прям светло очень хорошо и такой очень приятный свет для глаз. И вот у меня прям произошло чудо. На носу зима, а цикос у меня решил выпустить целый ярус листьев. Он у меня в прошлом году выпустил 9, но я вот думаю 9 точно будет, как не больше. Там целый пучок прям лезет. Но в том году он мне весной выпустил, а в этом году прям в зиму. Я вот прям вот его поставила, сюда вот прям лампа светит. Думаю, что он справится. Давайте, наконец, я вам ее покажу. Вообще, это, конечно, уличный прожектор. Вот такой вот он. Он, конечно, еще дает и тепло. Это у меня лампа на 500 Ватт. Сейчас я вам покажу, которая у меня лампа стоит над полкой. Пойдемте. Посмотрите, как она освещает. Эта лампа у меня на 1000 Ватт. Вот. Мы здесь такую вот конструкцию сделали, потому что она очень дает тепло. А дэшкам здесь, конечно, вообще комфортно. У меня здесь есть термометр. Я слежу. И сейчас температура здесь показывает вот на этой полке 31 градус. Для дэшек это просто, можно сказать, они, наверное, подумали, что попали на родину. Они после обрезки у меня стали вообще просто... У них побеги прям такие хорошие. Пошли. Причем, знаете, не по листику, а пучком лезут. Эта лампа дает световой поток 16 тысяч люминов. А которая на 500 Ватт, та дает 8 тысяч. Световая температура обоих ламп составляет 3000 Кельвинов. И она очень приятна для глаз. Какие, я считаю, плюсы этих ламп? Это, конечно, хорошее освещение. Потом тепло, которое они дают. Но это, конечно, свойственно адениумам. Им нужно вот это тепло. И, конечно, комфортное освещение для глаз. Но есть у них и минусы. Относительно небольшой срок службы. То есть полторы тысячи часов. И еще большое потребление электроэнергии. И, конечно, все эти минусы компенсируются вот такой красотой нашими растениями. Вот адеша как тут прям три цветочка распустил. Они, конечно, все равно мелковатые. Не такие, как вот летом, например, или весной. Но все равно вытянул. Вот когда не было этого прожектора, он скидывал бутоны. Один цветочек распустит, а остальные засыхали. Он их не вытягивал. И вот бугенвилья. Я ее вам недавно показывала. И вот она, рост у нее прям идет такой бешеный. Она прям вообще хорошо. Такие отростки пошли хорошие. Хотя она стоит вот на полу. Но на нее все равно хорошо попадает свет. Гордынье у меня бутоны заложила. Она, кстати, у меня так расти тоже хорошо стала. И вот у нее вот здесь вот бутончики везде. Вот здесь бутон у нее. Там тоже где-то еще бутоны я видела. Ага, вот бутон у нее. Ну, то есть, думаю, что она тоже зацветет. В общем, всем все нравится. И мне нравится, и растениям. У меня, конечно, дополнительно еще стоит вот такая лампа для растений. То есть, у нее спектр идет синий и красный цвет. Но она, конечно, действует только вот на верхнюю полку. Ее нужно прям близко ставить, чтобы какой-то результат был. Ну, вот особо я что-то результатов не вижу, честно говоря. А вот ниже уже она вообще не действует. И вообще, вот эти лампы, я просто про них читала, они очень дорогие, которые вот именно что-то дают для растений. Это минимум от 5 тысяч и выше. И я ее в основном использую для малышей. И для того, чтобы оценить, как светит прожектор, вот этот на тысячу ватт, я его сейчас отключу. Причем у меня в помещении везде горит свет. И вот, смотрите, сейчас здесь горит только вот лампа с красным светом. И все. И в комнате как бы обычный свет. И в комнате прям стало темно. Такое ощущение, что потухло солнце. Ну, я его сейчас обратно включу. А то моим одежкам не понравится. И причем вот этого света хватает вот на все эти растения. Здесь бугенвилья у меня запушилась просто вот после обрезки очень сильно. У адениума распустилось 3 цветочка. Это моя прививочка. Здесь просто бурный рост пошел. Здесь адениум у меня весь в бутонах. Думаю, он все, наверное, не вытянет, потому что у него очень много бутонов. Ну, некоторые, я думаю, что он вытянет с такой подсветкой. И здесь у меня бугенвилья цветет. Вот это бугенвилья у меня цвет тоже прицветники вложила. Я вижу зеленое. Виеросорт бугенвилья. Смотрите, как она в рост прям хорошо пошла. Ну, и вообще я вижу, что растениям нравится очень. Хотя у нас солнца катастрофически не хватает. Вот еще раз посмотрите, как она далеко прям вот освещает. Вот она все до пола освещает. Полностью подоконник освещает. И здесь вот освещает растение. Единственное, что у меня пустует верхняя полка. Потому что там температура очень высокая. И может обжечь листья. Там у меня стоит хоя. Вот у меня хоя, кстати, начала, в общем-то, расти. Ну, я, конечно, и светодиодные лампы использую. Вот на этом окне у меня светодиодная лампа на 36 ватт. Ну, вот для подоконника ее хватает. А если куда-то в другое место, она прям темновата уже. Не хватает освещения. Ну, и здесь тоже вот растушка, в принципе, досвечивается. Когда на улице темно, я ее включаю. Ну, еще раз повторюсь. Конечно, солнца мы не заменим. Ну, хотя бы как-то создадим какие-то условия, чтобы переждать зимнее время до весны. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok